Тот пятое время моды, посвященную жизни и творчеству Анны Ахмадовны. Автор композиции, исполнитель и автор костюмов, которые будут сегодня заслужены артисты России, Нина Поливанова. Также в этой композиции участвуют Наталья Тирюхина, фортепиано, и Татьяна Ланская, соправда. Итак, литературно-мозгальная композиция, то пятое время года. То, что вы видите, вот это все оформление, это тоже Нина Поливанова. Потом можно посмотреть и как-то. Итак, пятое время года. Жизнь и творчество Анны Ахматовой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. 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 Так у Марка этих годов исполнилась пятьдесят пять лет, как она ушла от нас, но ее поэзия всегда была с нами. В столетных ладонках не носим на груди, они стихи на взрыв не сочиняют, наш горький сон она лебедит, не кажется обитованным раем, не делаем ее в душе своей предметом пусы и продажи. Хворачиваем, бедствуя, немодствуя на ней, о ней не вспоминаем даже. Да, для нас это грязь не хорошее, да, для нас это хрустно спало, и мне, и мне если мы крошим, тот ни в чем не замешанный праг, но ложимся в нее и становимся ею. Оттого и зовем так свободно своей родная земля Анна Олеговна Ахматова. А еще ее черепки, это же ее исповедь перед всеми в мире. Это же крик души матери. Мне, лишенный огня и воды, Разлученный с единственным сыном, На позорном помосте беды, Как под тронным союз Балтахином. Вот и доспорился яростный спорщик До енисейских равнин. Вам, бродянуч, шуан, заговорщик, Мне он единственный сын. Семь тысяч и три километра Не услышишь, как мать зовет В грозном бое полярного ветра, В тесноте обступивших невзгод, Там вычаешь, звереешь, и милый, Ты последний и первый, ты наш. Над моей ленинградской могилой Равнодушно работает весна. Кому и когда говорила, Зачем от людей не даю, Что каторга сына задарила, Что муза засекли мою? Я всех на земле давать, Кто был и кто будет, кто есть, И мне в сумасшедшей палате валяться Великая честь. Вы меня, как убитого зверя, На кроваве воды пятиклюк, Что великая вере Иноземцы проли вокруг, И писали в почтовых газетах, Что мой дар неосправненный Угас, что была я Поэтом поэта, И мой пробил Тринадцатый час. Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Убийство, Расстрел, Мужа, Николай Степанович Гумилёв, Арест и сына, Льва, Гумилёв. Многие из её друзей эмигрировали, Но, Она говорила, Ночь со мной, И всегда шля я в Русь, Так спаси же меня от гордыни, В остальном я сама разберусь. А когда во время Второй мировой войны Фашисты окружили её дорогой ей город Петербург, Ленинград, Она вместе со всеми дежурила по ночам, Горила зажигалки, Она охраняла детей у летнего сада, Щелица, Двырты, И горят огни, Питерские сиропы, Детоньки мои. А когда уже эвакуации, Она узнала, Что во время бандушки погиб её любимец, Варя Смирнов, её сосед, Она нам пишет для него, Постучи кулачком и открою, Я тебе открывала всегда, Я сейчас за высокой горой, За пустыней, За ветром и сною, Но тебя не предам никогда. Принеси же мне волстычок Чистой нашей Невской студённой воды Из головки твоей золотистой Я кровавой смою цветы. Ленинградскую неду Я в поле зелёном, Низким поклонам уже подняну. АПЛОДИСМЕНТЫ А ради вас, Анна Андреевна Ахматова, 23 июня, В Ивановой ночь, 1889 года, Под Одессой, Большой Антан. Её отец, Андрей Антонович Каленко, В то время был инженер-механиком флота. Мать, Инна Ивановна Ахстонова, Урождённая, А бабушка у матери, Княжна Ахматова, От которой её Будьте даем, Так говорит Анна Андреевна. Когда мне исполнился один год, Мои родители переехали жить в царское село. Мои первые воспоминания. Старый вокзал, Ипподроба, Зелёные великолепные парки, Среди Мелизалетинских воскетов, Гуляют Ушкинских красавиц, В нучках, Все в скромных канатье, В тугих корсетах И держат Зонтик Сморщенные Ручки. Десяти лет Анна Горенко Поступила в Млинскую гимназию. И в этом же году Она познакомилась С Колей Губельёвым На Рождество. А Колей Губельёв Сразу же В неё Влюбился. В это Время Родители Анны Разошлись. А вообще Они ездили отдыхать Всегда Под Севастопом Около Херсонеса. Она вспоминает Я Так Желала Лежать Вообще Собирать Камешки С Мальчишками Меня все Прозвали Херсонеска. Но В 1905 году Родители Раздышались. И Никакого Розового Розового Детства Веснушек И Камешек И И Добрых Тёть И Страшных И 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 Тем И И И И И И И Открылись неожиданной дверью и выходили люди и кричали. Она пришла, она пришла сама, а я на них прилетел с изумлением и думала. Они с ума сошли, но дали испытка счастья. В этом же 1905 году Николай Умиро сделал Анне Галенко предложение. Ему было 19 лет, ей 16. Но, конечно, он от Анны получил отказ, потому что она его вообще считала своим другом. И сейчас она над ним смеялась, он с неформи, зрячий. Но в это же время мать, которая разошлась с отцом, была вынуждена с детьми всей семьёй уехать в Ерпаторию. Вот там началась сложная, бедная жизнь. Анна уже заканчивала гимназию в Киеве, и там же она поступила на юридический факультет при Киевском университете. А в это время Николай Умиро в 1907 году заканчивает Балининскую гимназию и отправляется в Фариж. Молодые люди не встречались полтора года. Студенческие булли для Ани Галенко были тяжёлыми духовными. И за ними последует ряд трагических событий. А дело в том, что 16-летняя Аня влюбилась в студенте Петербургского университета. Красавца Владимира Балинищева-Кутузова, который был старше её на 10 лет. И вот эта тайная связь, глубокая, скрытая, очень повлияла на характер охватывания всю жизнь и на всё её юношеское творчество. Дело в том, что Аня, молодая девушка, понимая, что с ней не произошло, ждала от молодого человека новых встреч, продолжения отношений. А молодой человек, вероятно, был прям задушен и холоден к ней. И это для неё было страшной трагедией. Свою тайну она хранила ото всех. Но уже не могла молчать и, наконец, решилась написать письмо мужу своей сестры Сергея Фонштейна, с которым у неё всегда были очень верительные отношения. И она пишет ему, «Я отравлена на всю жизнь. Я не могу оторвать мою душу от него». И такой страстью, когда я читала её письма, с такой страстью просит хотя бы прислать фотографию любимого и получил успокаиваться. А в это время Николай Марион в Париже создаёт новый журнал «Сириус» и нежданно получает письмо от Анны. И там у них началась много переписок, всю диму она длилась. Он письмах её называет. «Странная белая рота». Она ему в письмах посылает свои новые стихи. И Николай Бумерёв впервые печатает в журнале «Сириус» стихи Ахматовой «Рукей бубнов блестящих панец». И когда Бумерёв уже в 1907 году прощается, спросил, он, конечно, сразу учится к Анне. А в это время она ждёт в Севастополе. Он, конечно, зовёт её с собой, делает опять ей предложение. Но Анна отвечает так разом и признаётся в своём чувстве в другом и близкими отношениями с другим. Это уже трагедия самого Бумерёва. Они стояли на берегу моря долго, молча, и смотрели на песчаный берег, на котором море выбросило мёртвых дельфинов, Бумерёв сразу же напишет стихи «Отказ», где будет называть Анну царица или просто печальный, несчастный ребёнок. А Анна оставит нам прекрасную поэму у самого синего моря. После этой встречи у Анны опять происходит масса трагических событий. Умирает её сестра, жена Серёжи Фонштейн. Её брат, не выдержив гибели своего сына, кончает с собой. Мать лежит тяжёлая война. У Анны тяжёлое воспаление ёжких. Она опять решается и пишет сначала Серёжи Фонштейн. Я решила. Я выхожусь завтра за другом моего детства Николая Степановича Бумерёва, который любит меня уже вот три года. Он добрый и несчастный. Я верю, что это судьба выйти по жену. А душу свою я убью. Не осуждайте меня. И когда у моего проезда в Африку заезжает Киев Анна Горенко, то он неожиданно получает её согласие. И наконец, 25 апреля 1910 года за Днепром в простой церкви состоится их венчание. А 2 мая они отправляются путешествия в Париж. За это время Бумерёва напишет Анне много прекрасных стихов. Я вам советую. Поднимите моё обо вы поймёте какие это стихи. Но самое прекрасное мне кажется это Беатричи, которая заканчивается словами Музы в сонете бриллианте странную тайну отметьте. Спойте мне песню о Данте и Габриэле Рассете. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующие два года они путешествуют по Европе, в Швейцарии побывали, побывали в Италии и наконец Анна радостно пишет 1 октября 1912 года родился мой сын Лёв и вышел мой первый вспомнил вечер. Я говорю сейчас слова и те, что только нас дождаются в душе, жужит пчела на белой резонте, как душно пахнет стая сожжет, и вон, где окна слишком узкие, хранит льва, и молния стыла, а над кроватью надпись бранцузские носит сенья, а я питья, дурь, Я думаю, вы удивились, когда прочли название нашей афиши «ТО ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА». Это слова охватывали, это любовь. Любовь покоряет обманно, на первом простым, неискусным, Ещё так недавно, странно в пыне, а тут себе грустно. И когда она улыбалась, в садах ее, в доме, ой, Повсюду тебе казалось, что боль ты или на боли Был светил ты взятый ею и пирши её о траве. Ведь звёзды были крупнее, ведь пахнет иначе травой осенней травой. Широкый шёлт, вечерний снег, нежна апрельская провада. Ты опоздал нам новый лёд, а всё-таки тебе я рада. Тебя ко мне поближе сядь, гляди весёлыми глазами, Вот эта синяя тетрадь своими детскими стихами. Прости, что я жила старта, и солнцу радовалась мало. Прости, прости, что за тебя я слишком многих принимала. С меня кузыкнул в саду, так и не бродил в море, Сижу острым оклемором, на блюде пустыцей войну. Он мне сказал, я верный друг, и моего паскуса плачья. Как не похоже на обрячье, прикосновение этих рук. Там ладят кошек или птиц, так на наездниц смотрят стройных. Лишь смех в глазах его спокойно под лёгким золотым ресниц. Осколны ж сливы голоса, мою застеньшим слив. Благостани же небеса, ты, бедный хвост, Однажды мою слюби. Было душно от жгучих света, А взгляды его, как лучи, Я только вздрогнула, Этот может меня приручить. И клонился, он что-то скажет, От лица, от крынок груди, Пусть камнем над грудным ляжет на жизнь моей любовь. Ты не любишь, не хочешь смотреть, О, как ты красив, проклятый. И я не могу взлететь, А с детства была крылатой, Мне очень заседана туман. Сливаются вещи, лица, и только красный тюльпан. Тюльпан у тебя в петлице, Как велит простая учтимость, Подошел ко мне, Улыбнулся, Полу ласково, полунеево, Поцелуево руки, И коснулся, И загадочных древних ликов, На меня повредели очи. Десять лет умирали крик, Все мои бессонные ночи, Я вложила в тихое слово, И сказала его, Напрасно отошел ты, И стала снова на душе, И пусто, И ужасно. Не будем пить из-за того старого тюльпана, Ни горно, Ни сладкое лимон, Не поцелуется во утром рано, А вечером Не поглядя в окно, Ты дышишь, Солнце, Я дышу, Вновь, 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 Вновь. 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 И когда двух друга проклинали, Страсть-то раскалён, и я бежал, Ого, мы ещё не понимали, Как земля для двух людей мала, И что память яростная мучает, Пытка сильных, огненный недуг, И вначале бездонное сердце Учит спрашивать, О, где ушедший ты? Когда сквозь ног напевял Он глядит, лихуя гроза, Смотрят душ строками упрямо, Терпит, неизбежно назад. Я принимаю эти аплодисменты Аня Андреевне Ахмаде. Так, только нам нужно, и лежит всё. Вы знаете, вот эти стихи, Как мозаические частицы, Перепитаются между собой и складываются, Вы заметили, Такой большой роман, Роман между двумя людьми. А это всё те, иные стихотворения. И в них, между прочим, Я вам немного рассказала О её трагедиях, Проскарзивая её жизнь. Именно в них. Да, а тем более, что в то время, Тоже уже после замужества, Жизнь была не простой, а сложной. И она мне напишет, После рождения мужа, Мы дали молча друг другу Полную свободу. Я не любви к ней прошу, Она теперь в надёжном месте. Поверь, что я твоей невесте Ревунив пистину не пишу. Но, мудрый, прими заветы, Дай ей читать мои стихи, Дай ей хранить мои портреты, Ведь так любезные женихи, А эти, дурочка, Но в ней сознание полное победы. Чем первых дней беседы Нежных дней. Тогда же счастье прошит, Ты проживёшь с подругой мира, И до присыщенной души Всё сразу станет так постыло. В мою торжественную ночь Не приходи, Тебя не знаю, И чем могла б тебе помочь, От счастья я не исцеляю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И они выдерживали паузу И в это время Весь зал поворачивал свои взоры на них. Это было явление красивой И талантливой пары Казалось, такой счастливой. Но вот Анна Агленно стала выглядеть Согналили с подругами Ашанской, Глебой Судейкиной, и все все равно вокруг них они были окружены поклонниками, мучкинами. А когда сам Маяковский, увидев Ахматову, подбегал быстро к ней, правил в руку, он не сразу ее целовал, а говорил, Ох, парочки, парочки, какие парочки! Ахматова, естественно, отвечала, все мы вражники здесь и плодницы, как невесело вместе нам. Ахматова, ты куришь черную стропку, так странный дымок на ней, я надел узкую юбку, чтоб казаться еще стройней, и увидев танцующих, Судейкина, она восклицала, а та, что сейчас танцует, непременно будет в одну. Судейкина, да, я любила их, те сборища ночные, на маленькой столе бокалы гены, На черном попе, похоже, тонкий паш, камена красного, тяжелый зимний шар, Веселого стекла и дрона, первый взгляд, беспощный и жуткий. В 1914 году выходит ее сборник «Чурки». Этот сборник имел колоскальный успех, его приздавали десять раз, И популярность Ахматовой была сказочной. Она, молода, красивая, гибкая, как девочка, стала моделью для многих художников. И многие поэты восхищались ею, и ее поэзия написала даже Солна Богу, И слову «Жизнь дала», и все стали ее называть «Сопо нового времени». А в 1918 году Буберек напишет, Ахматова захватила чуть ли не все сферы женской души. Ее женщина стала лирическим героем в поэзии, И в том же 1918 году они разойдутся официально. Печальная года. Так сложно, так трудно и праздничная жизнь. И стать достарянным доцентом, И критиков новых владителей скажут об этой ситуации. Блок, и все равно подарит Айне Ангелке свои книги, На одной из них напишет, Красота страшна, вам скажут. Вы накинете Лемеева шар испанскую на плечи, Красный роза в волосах. Ахматов спелось, у меня никогда не было красный шар. Но она, конечно, ответила поэтически глупо. Я пришла к поэту гости, В ровный полотен, В воскресенье, Тихо в комнате просторной, А за окнами мороз. И малиновое солнце Над лармантом сизым дымом, Как хозяин молчаливый Ясно смотрит на меня, У него глаза дальнее, Можно запомнить каждый твой. Где же лучше расстал кожей, В них вовсе не глядеть, Но запомнился. Бесерка, Дымный полотен, В воскресенье, В доме серого и высокого У морских вагонов Нью-Крым. Поэт блог Стал печататься В журнальчике Допертута Мирхольда. А Мирхольд еще добавил И стал печатать В свой журнальчик Ахматову. И это же Поэтическая переписка Пародила Новые сплели. Все стали говорить О новом романе Между Блоком И Ахматовым. Ахмат разгрелся. Нет, 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 никогда. Никогда. Ничего нет. Ничего никогда не было. Надо же придумать роман Между Блоком И Ахматовым. Но в покорном мне Поображенье В изображенье Серый глаз. В моем Тверском Уединенье Я горько вспоминаю вас. Прекрасный, хруп, Счастливый пленник На левом берегу Любые, Монтно-белитый Собременник, Случилось, Как хотели. Вы, приказавшие, Довольно Води, Упей свою любовь И вот я таю, Я безмойна. Но все сильнее Скучает кровь. И если я умру, То кто же Мои стихи Напишет вам? Кто сдать Звенящими положит Еще несказанным словам? Ахматову в лоб высчитала Лучшим поэтом Первой черпоти Двадцатого века И не только поэтом, Но и человеком, И эпохи. А сама по себе Она говорила, Меня скоро Забуду, 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 Вот чем удивило. Меня забывали сто раз, Сто раз я лежала в могиле, Где может быть я и сейчас. А мусо То глухло, То слепло, В земле Истревало Зерно, Чтоб после, Как в леник засвета, В тумане Восстать Голубок. И мусо Мы все знаем Воскресло. И только правда В концу жизни Пришло признание, Пришла всемирная Слава В 1964 году В Италии Премия Этно-Толомлина, А в следующий год, 65-й, Оксфордский университет Увенчал ее Званием Доктора Литературы. Ахматова Переведена На многие Языки Мира. И поэт, Французский поэт Дерих Перевел Песню На средней Встречи На свой Родной Язык. Я только Марию Президелла Вступление. Эта песня На русском И на французском Языке Звучала И так далее. В госпитале Космонавтики Здесь у нас В Москве Лежали в госпитале После порона Наш Космонавты И лежал Француз Жан Вы Кретье. Послушайте Как звучит Песня Последней Встречи На родном Ахматовом Языке И на языке И ввык На французском. Так без помощи Брусь холодил На шаги Мире Легки Я На правую Надела Перчатку С левой Руки Оказалось Что мы Выступили Но я знала Мы только Три Между Гулём Шёпот Осенний Попросил Со мной Я Уман Умыл Умыл Переменчатка С новой Судьбой Я Три Три Я тоже могла установить эту песню, последнюю встречу. Я взглянула на тёмный дом, как на вскаре твоей свечи равнодушно шёл. Я взглянула на тёмный дом, как на вскаре твоей свечи равнодушно шёл. Я взглянула на тёмный дом, как на вскаре твоей свечи равнодушно шёл. Я взглянула на тёмный дом, как на вскаре твоей свечи равнодушно шёл. Я взглянула на тёмный дом, как на вскаре твоей свечи равнодушно шёл. Я взглянула на тёмный дом, как на вскаре твоей свечи равна. Вместо мудрости, в поводность, приосмение уторяющее питьё. А юность была, как молитва воскресная, мне забыть её. Двадцать первый день воскресенье, Очертанье столицы в Англии, Зачинил же какой-то безденью, Что бывает любовь на земле. И от верности, и от скуки, Всё поверье. Так и живут. Ждут свиданий, Боятся разлуки, И любовные песни поют. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Меня пришла навестить моя новая молодая ученица, но которая уже даже выступает в доме, вернее даже не в доме, а в самом театре российской армии. Я знаю, по-моему, ты решила нам прочесть знаменитые стихи Ахматовой. Я могу с вами поделиться, потому что я безумно древняя уже стала женщина. Я хорошо помню войну. Мы были всю войну в Москве. Наш дом около Склифосовского стоял. И я никогда не забуду, когда 23 февраля 1942 года по радио, так даже ехала телевизором из репродуктора, звучал голос, иди сюда, самой Анны Андреевны Ахматовой. И она читала свое знаменитое стихотворение «Мужество». Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что жалится ныне. Час мужество. Час мужество пробует на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь. Не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя. Русская речь. Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем. И внукам дадим. И от плена спасем навеки. И от плена спасем навеки. Открышки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Назаду, это было многое, что я хочу. Спасибо. Спасибо. Давайте поговорим. Вновь я хочу, что я хочу. Могла ли быть, сейчас бы сказала Анна Хаблова, могла ли быть, число, на дамы, варить, или на ура жарлю небославить. Я научила женщин говорить. Но, Боже, как их замолчать? Заставить. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы не побоялись, вышли. Мне кажется, там она витает. Она с нами. Она всегда с нами. И мне кажется, я даже хочу с вами поделиться, чтобы потом шли, а потом, ну, передали мне, как-то, понимаете. Потому что я эту программу, у меня большая, Ахмановская очень программа, другая совсем. Мы первые сегодня. Как говорится, все это делали. Вы первые наши слушатели. Но я умышленно, вы заметили, сделала юношескую и трагическую. А мы живем сейчас в трагическое время. А что с нашими детьми происходит и с внуками? Мне кажется, вот говорить об этом открыто, но так, не грубо, как мы слышим по телевизору. Мне кажется, это просто нужно обязательно. И тем более, я благодарюсь, конечно. Международный кон, Бельганда, Танечка, Лицка, Владимир Владимирович. И даже немного, не только встречи. Все понимали. И, конечно, еще, уже несколько, по-моему, уже лет теперь, это лауреат международных и всероссийских органов. Бельганда, Танечка, Левна Стрелина, А это Танечка, Левна Стрелина. У нас есть программа, а мы ее возобновим. Он выбирает жизнь, возвращает музыку. Тюльчи и Рахманина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здорово! Здорово! И вам, друзья! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...